Гордость курян, стрелецкая степь, весна и буйство красок. Период цветения один из самых сказочных в Алехинском заповеднике. Подарил сюрприз в этом году и животный мир. Недавно здесь обнаружили редкое краснокнижное насекомое. По курским степям прогулялась Алина Фурсенко. Жаворонки прилетели сюда раньше обычного. Проснулись борсуки и уже запел соловей. Весна в этом году ранее некоторые растения давно зацвели. Раньше всегда первой зацветала точно сон трава. И степь была лиловой. А сейчас она может одновременно с адонисом зацвести, с горецветом. Или наоборот, иногда горецвет распустится первым. То есть вот происходит такая смена сроков. И пока ученые не могут точно сказать, что это закономерность. Это лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть теплым и сухим. Но степи это только на пользу. Любит засушливые годы наш знаменитый ковыль. Ковыль хорошо себя чувствует, когда жара, когда сушь. И все степные преобладать начинают виды. Сейчас степь солнечно-желтая, но за теплый бесснежный период она до 12 раз меняет цвет. От бурого к синему, от белого к розовому. Кстати, осталось буквально пара дней до такого преображения. Сейчас просторы готовятся окраситься в белый. Уже начинает зацветать миндаль, черемуха и терновник. Вот здесь крупка цветет, крупка сибирская. Крупой действительно посыпана как будто степь. Степь желтоватая. И крупные растения среди этой мелкой желтизны, адонис. Посмотрите, мы нашли с вами гиацинтик. Гиацинтик, он беловатый. Видите, вы знаете культурные гиацинты, и они у нас произрастают в садах. А у нас в степи первые гиацинтики раскрылись дикие. Они, конечно, мельче, но они также хороши. Такое видовое разнообразие только в нашей степи. Недаром Алёхин называл её курской ботанической аномалией. На один квадратный метр можно насчитать более 80 видов растений. По биологическому пророчеству, которое обычно приписывают Альберту Эйнштейну, если с лица земли исчезнут пчёлы, то следующие на очереди люди. Но здесь, в Стрелецкой степи, этих насекомых достаточно. Особенно в период цветения. И совсем недавно здесь обнаружили очень редкий вид – пчелу-плотника. Пчела-плотник обыкновенная. Довольно редкий вид насекомых для наших краёв. Отличается такой угольно-чёрной окраской с мощными такими фиолетовыми крыльями. Обитает, строит, вернее, своё жильё в основном в старых деревянных постройках, деревянных опорах. Этот вид не попадался на глаза учёным с 2010 года. А в апреле 2014-го встретилось уже две особи. Так что, по мнению специалистов, пока пророчества Эйнштейна бояться не стоит. Алина Фурсенко, Антон Судженко, Телеканал Сейм.